Наш гнев направлен на кого-то, или на что-то, или в крайнем случае даже на себя, но все равно это кто-то, есть объект. И наш гнев – это сильная негативная эмоция, некий месседж, который мы хотим передать этому человеку, или переложить на этот предмет. Это очевидно и просто. Проблема заключается в том, что прежде чем вылить вот эти помои негативной энергии на кого-то, их нужно генерировать где? В самом себе вначале. Чтобы вылить гнев на кого-то, нужно, чтобы этот гнев был. Где он может быть? Он только во мне, в самом этом человеке. Поэтому, когда у человека возникает гнев, направленный на кого-то, первым, кто страдает, страдает сам этот человек. И очень часто люди умирают от инфарктов, от всевозможных других, от инсультов, именно вот таких состояний. Сильного гнева. То есть, эта ситуация означает, что первой жертвой любого гнева, агрессии или ненависти станет сам человек. И если какие-то такие глубокие философские мысли для него сложны или далеки, то простая, совершенно простая, практическая мысль о том, что прежде чем своей ненавистью испепелить кого-то, я прежде всего испепелю себя, должна уже служить основанием для того, чтобы остановиться. Это не рационально. Это в высшей степени глупо. Потому что это означает, что человек, в сознании которого родился гнев, ненависть или агрессия, а это все одно и то же, только разной степени, разной формы, прежде всего наказывает себя за действия других людей. А это просто глупо. Просто глупо. Вы понимаете, о чем я говорю? Кто-то вызвал своими действиями, которые не соответствуют вашим ожиданиям, ваш гнев и агрессия. Вы отправили себя, отправили этот гнев или агрессию на этого человека, примет он или не примет, тогда это же другой вопрос. Он может пострадать, может не пострадать, все зависит от степени его подготовки. Но вы точно пострадали уже, вы пострадали точно. Вы себя отравили этим гневом. Вы себя наказали за гипотетическую ошибку и в вашем представлении преступлений по отношению к вам самого себя, гипотетической, потому что ососновы у него нет никакой. Тот человек, он просто действует согласно своему образу мышления и образу действия. Он совершенно не обязан вести себя так, как вы считаете это нужно. У него своя жизнь, своя карма, свое сознание. Но если уже на этом уровне вы пропустили момент, то вот эта совершенно очевидная и практическая вещь должна послужить основанием для того, чтобы задуматься этого не делать. мы наказываем себя, отравляем себя ненавистью и гневом за гипотетические ошибки и преступления перед нами, других людей. Вдумайтесь на секунду, это просто величайшая степень глупости наказывать себя за ошибки других людей или за неправильные в нашем понимании действия других людей. Это нонсенс, а между тем все это делают и никому в голову не приходила такая простая мысль.